Бегом по Парижу в селе Нагайбакского района состоялся шестой парижский полумарафон. Масштабное мероприятие объединило более двух тысяч любителей бега из разных регионов. Официальным партнером парижского полумарафона выступила компания Ситна. Пока одни сотрудники компании готовились к старту, другие угощали вкусной пастой. Прямо на территории стартового городка компания организовала настоящая паста-пати. Аппетитный обед полагался каждому участнику полумарафона. На важном для целого региона событии побывала наша съемочная группа. Уральский Париж вновь радушно принимает гостей. В шестой раз он становится местом встречи для сотен любителей бега, которые приехали из разных регионов. Одни, чтобы бросить вызов самому себе, другие – просто увидеть Париж. Рад, что Парижский полумарафон набирает популярность более двух тысяч участников сегодня. Друзья, спасибо вам! Давайте похлопаем себе! Официальным партнером столь масштабного мероприятия выступила компания Ситна – крупнейший производитель продуктов питания в Уральском федеральном округе. В ассортименте компании представлено более тысячи наименований различной продукции. Объемы впечатляют. Только макарон в Ситна производят 6 тонн в час. Сотрудники компании Ситна тоже решили принять участие в полумарафоне и выйти на старт. Они с удовольствием поддерживают любое спортивное мероприятие, как внутри предприятия, так и за его пределами. Иркин Бузруков поставил цель пробежать 10 километров. Начиная от самого старшего начальника, кончая от самого младшего сотрудника. Все занимаются спортом, все активные. Ну, спортивная такая, большая семья, можно сказать. Поддержка здорового образа жизни и спорта – одно из важных направлений социальной политики компании. Ситна регулярно проводит спартакиаду среди своих сотрудников и выступает партнером соревнований различного уровня. Такое масштабное мероприятие для парижского села и на Кайбакском районе мы просто пропустить не могли. Также мы узнали, что у нас сотрудники занимаются спортом и любят бегать. Поэтому мы также их поддерживаем в этом направлении. Мы предоставили некоторые возможности, обеспечили им всем необходимым для мероприятия. Впрочем, в компании позаботились не только о своих сотрудниках, но и обо всех участниках полумарафона. Каждого после финиша ждала вкусная и аппетитная паста. На выбор – овощная или мясная. Прямо у подножия Эйфелевой башни компания Ситна организовала паста-пати. Чтобы накормить участников, ей понадобилось более 200 килограммов макарон. Попробовал блюдо и губернатор Алексей Текслер. Большинство электронических марафонов, больших, крупных и знаковых, всегда проводятся паста-пати. И мы также могли в этом не принять участие, учитывая, что мы являемся производителями макарон. А еще самое интересное, что все, что выращено на землях вокруг, используется для производства этих продуктов питания. Мы, конечно, с удовольствием накормим спортсменов, которые нуждаются в углеводах. И предоставим, и покажем, что мы можем, и какой продукт мы можем производить, и каким продуктом мы можем накормить. Мы планируем больше двух тысяч людей накормить в рамках данного мероприятия. Этот парижский полумарафон побил все свои рекорды и по количеству участников, и по видам дистанции. Впервые в программу соревнований включили велозаезд и скандинавскую ходьбу. Завершился спортивный праздник церемонии награждения. В каждой номинации определили победителей и призеров. Компания «Сидна» предоставила подарки, а также учредила специальный приз. Продуктовую корзину и памятный сувенир получила семья Араповых. За пример командной работы, семейных ценностей и здорового образа жизни. Молодцы! Спасибо! Занимаемся спортом вместе. Дети тоже нас поддержали. Но поддержали благодаря тому, что бегают родители. Спасибо компании «Сидна» за труд, что уделили нам внимание. Спасибо большое! Возможность присоединиться к участникам и стать частью большой спортивной истории еще будет. В следующем году парижский полумарафон планируют провести в два дня, чтобы привлечь как можно больше любителей спорта и еще ближе познакомиться с культурой парижан. Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания «ТВИН».